МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В последние дни стали известны даты проведения трех судебных процессов над Дональдом Трампом. Суд по делу о попытке изменить результаты президентских выборов 2020 года должен начаться 4 марта. Суд по делу о незаконном использовании предвыборных средств назначен на 25 марта. Обвинения в незаконном обращении с секретными документами будут рассматриваться в суде 20 мая. В предвыборном календаре март-апрель-май – самый горячий отрезок в борьбе за партийную номинацию в президенты. Именно на них приходится большее число первичных выборов. Если эти даты начала судебных процессов не изменятся, не исключено, что подсудимому Дональду Трампу придется уделить больше времени судам, чем в предвыборной борьбе. А к партийной конференции в июле, где будет утвержден кандидат партии в президенты, он может стать уже осужденным в случае признания его виновным хотя бы в результате одного процесса. Адвокаты Трампа просили судей перенести судебные процессы на более поздний срок, но получили отказ. Столь насыщенный график судов над кандидатом в президенты – три суда в течение трех месяцев – вызвал неизбежное обвинение со стороны сторонников Трампа в том, что их кандидат стал объектом политического преследования, цель которого – подорвать его позиции в глазах избирателей. Илья Сумин действительно, начало по меньшей мере трех судебных процессов над Трампом в пик сезона праймерис выглядит, скажем так, странно. Каждый день идут судебные дела, которые как-то препятствуют или мешают людям вести свою работу или нормальную жизнь. Это случается стандартно почти всегда. В этом случае все эти судебные процессы будут вестись, например, от 7 до 10 или 11 месяцев после приведения официального обвинения против Трампа. Это довольно стандартно. Если давать Трампу больше привилегий в таких случаях, чем обычному гражданину, это тоже несправедливо. Скажем, если бы меня или вас обвинили во многих преступлениях, и мы сказали, как сказал Трамп, что мы не хотим начинать судебный процесс, пока не пройдет еще 2-3 года, с 99% вероятности нам бы судья отказал бы в такой привилегии. Да, можно сказать, что было бы лучше, если бы некоторые из этих дел были приведены быстрее, скажем, в прошлом или позапрошлом. Но Трамп этого тоже не хотел. Потому что в таком случае его сторонники бы утверждали, что его хотят засудить до начала избирательной кампании, чтобы избиратели уже знали, что его засудили, поэтому ему будет труднее избираться. И исследования этих дел действительно длились дольше, чем, может быть, длились в более типичном случае. Частично потому, что прокуроры считали, что когда имеем дело, во-первых, с такими серьезными преступлениями, и, во-вторых, с преступлениями, некоторые из которых были совершены, когда обвиняемый был президентом, что нужно более детальное и длительное исследование, чтобы с большей точностью определить разные факты. Можно привести аргумент, что все равно имело бы смысл привести эти обвинения быстрее. Возможно, это так и есть. Но я уверяю, что если бы эти процессы, скажем, были в прошлом году, а не в этом году, это бы еще больше досаждало самого Трампа и его сторонников. Потому что тогда есть большая вероятность, что Трампа бы уже засудили, и мы уже бы рассматривали вопрос о том, где и какой срок он будет служиться в тюрьме. Я считаю, что даже есть общественный интерес в сравнительно быстрое проведение этих процессов, потому что я считаю, что некоторым избирателям хотя бы имеет смысл знать заранее кандидат, которого они рассматривают, преступник он или нет. Если суд решит, что он виновен, это полезная и важная информация для избирателей. Но, с другой стороны, если суд его оправдает, так это тоже может быть полезной информацией для избирателей. Поэтому я считаю, что то расписание, которое было организовано судами, там справедливый баланс между нуждой провести этот процесс достаточно быстро, но одновременно, чтобы дать его адвокатам и другим экспертам достаточно времени, чтобы подготовить свою защиту и рассмотреть обвинения и аргументы, которые будут приведены прокуратурой. Профессор Сомин, как вы оцениваете весомость обвинений Дональду Трампу? Большинство комментаторов называют их очень серьезными, но есть и заметные исключения. Респектабельная Wall Street Journal, не являющаяся поклонницей Трампа, например, называет в редакционной статье федеральные обвинения по делу ООО 6 января тревожными. Она пишет, что Трампа не обвиняют в причастности к штурму Капитолия, его сторонниками. Его обвиняют в совершении действий, которые можно рассматривать как законные действия президента, пытающегося убедиться, что результаты выборов не были сфальсифицированы. Я думаю, что многие из этих обвинений, в которых я разбираюсь, федеральные, они довольно сильны. И если бы любой другой человек начал набирать ложных выборщиков вместо настоящих, начал заговор, чтобы попытаться скоординировать с вице-президентом, чтобы вице-президент незаконно отверг результаты выборов и путем ложи остаться при власти, несмотря на то, что президент проиграл выборы, если бы обычный человек сделал то же самое, против него были бы целый ряд обвинений. Если президент так действует, еще важнее против него привести все нужные обвинения, во-первых, чтобы не был двойной стандарт между обычным гражданином и президентом, и во-вторых, именно президента нужно в особенности сдерживать от мер, при котором он пытается сделать себя диктатором и остаться при власти после проигрыша выборов. Именно в таких случаях нужно серьезное наказание и с точки зрения справедливости, потому что у него была более крупная обязанность, чем у обычного гражданина не мешать демократическому процессу, и во-вторых, нам нужно бояться потенциальных диктаторов, которые при власти, чем, скажем, какого-то потенциального диктатора, а просто обычный человек, который сидит у себя дома и пытается завести какой-то мятеж. Я даже считаю, что, возможно, имело бы смысл в некоторых случаях привести еще больше и более серьезных обвинений, но я понимаю, что прокуроры решили в тех делах, которые были заведены, связанных с выборами, привести только самые сильные обвинения и те, которые сравнительно легче доказать, чем, скажем, обвинения в связи с мятежем, которые специальный прокурор решил не привести. Насколько я понимаю, на ваш взгляд, эти обвинения убедительны. Тем не менее, критики этих обвинений приводят несколько общих аргументов. Например, что Трамп действовал в роли президента, и за такие действия, как прежде решал Верховный суд, он не может нести ответственности. Часто приводится аргумент, что Трамп верил в свою победу и, грубо говоря, пытался добиться торжества правды. То есть, в его действиях не было преступного умысла. Во-первых, это просто неправда, что когда Трамп действует в роли президента, это значит, что у него есть полный иммунитет. Это просто неверно. Во-вторых, президент не имеет никакого законного участия в процессе избирания президента. Там все под контролем штатских законов и штатских чиновников. Есть некоторая роль, которую играет Конгресс. Молодцы-основатели специально устроили систему, при которой президент не имеет никакую роль в избирании самого себя. Потому что здесь есть явный конфликт интереса. Во-вторых, есть большое количество данных, что Трамп на самом деле знал, что он проиграл. В-третьих, даже если он действительно верил в свою правоту, это не доказывает, что он невиновен. Если я считаю, что ваша машина на самом деле принадлежит мне, даже если я в это искренне верю, все равно, если я вломился в ваш гараж и украл вашу машину, я все равно вор. И меня все равно могут засудить. Четвертый пункт. Конечно, когда кандидат проигрывает в выборах, у него есть право по законам разных штатов, утверждать, что, скажем, неправильно считали голоса, что были какие-то нарушения закона. Трамп это действительно сделал. И практически во всех судебных делах он проиграл. Было больше, чем 60 этих дел. Он все из них проиграл с одним исключением. И в том, где он выиграл, там не было изменено достаточное количество голосов, чтобы изменить результат даже в этом штате, уже не говоря о стране в целом. Поэтому, когда Трамп начал все эти заговоры, это уже было после решения судебных дел. Из-за этого нельзя сказать, что он просто хотел законным путем проверять результаты, потому что он все эти возможности уже к тому времени исчерпал. А как вы относитесь к аргументу о том, что заявления Дональда Трампа, которые приводят обвинения, хотя бы призыв его к госсекретарю Джорджии найти несколько тысяч голосов, защищены первой поправкой Конституции, правом на свободу слова? Если единственная вещь, которую он делал, это просто заявить, что он выиграл, никакого судебного дела бы не было. Но если он развивает заговор, чтобы заменить настоящих выборщиков ложными, чтобы фальсифицировать результаты выборов, все это уже идет гораздо дальше, чем высказывания. Здесь уже не только высказывания, а деятельность. Он не ограничился разговорами. Разговоры были просто элементом более широкого плана и заговора, чтобы перевернуть результаты выборов. Судебное преследование – это не единственная проблема Трампа. Может ли ему грозить опасность с другой стороны? Вот в последние неактивно заговорили о том, что бывший президент может быть лишен права участвовать в выборах из-за причастности к мятежу 6 января, поскольку в Конституции США есть специальное положение на этот счет. Известно, например, что госсекретарь нескольких штатов обсуждает правовую сторону этого тезиса, и во Флориде даже был подан судебный иск с целью дисквалифицировать Трампа как кандидата в президенты. На этот иск, правда, уже получен отказ. В третьей секции 14-й поправки Конституции написано, что люди, которые были причастны к мятежам против США, которые до этого занимали посты в федеральном или в штатском правительстве, они больше не имеют права служить в должности в федеральных и штатских правительствах. Там есть очень длительная и детальная дискуссия определение разнообразных терминов, например, терминов «мятеж». Это вопрос спорный, наверное, будет рассматриваться в судах. Но кратко, я считаю, что Трамп действительно был в этом случае причастен к мятежу, поддерживал его, и из-за этого он действительно не имеет права не только быть президентом, но оккупировать любую должность в федеральном или штатском правительстве. Но я признаюсь, что здесь есть некоторые спорные элементы и что четких прецедентов о интерпретации этой третьей секции 14-й поправки нет. Поэтому я думаю, что это дело будет рассматриваться в разных судах. И я подчеркиваю, что это отдельно от уголовного процесса. Если суды в конечном итоге решат, что Трамп причастен к мятежу по определению третьей секции 14-й поправки, это будет означать, что он не имеет права занимать должности в федеральной и штатской правительстве. С другой стороны, даже если его засудят в уголовном деле, и даже если он будет сидеть в тюрьме, это само по себе не означает, что по закону он не имеет права избираться президентом. Иными словами, потенциально непреодолимой помехой для Дональда Трампа на пути к выборам и возможному президентству может стать не уголовное преследование, а его причастность к событиям 6 января? Есть несколько отдельных процессов. Есть суды, которые выслушивают эти разные уголовные дела, которые были приведены против Трампа, и там не будет решаться вопрос о том, имеет ли он право избираться президентом или нет. С другой стороны, есть отдельные дела, которые именно о том, имеет ли он право избираться президентом, или это запрещено 14-й поправкой. И в этих делах, да, суд может потенциально определить, что он этого права не имеет. Изначально, я думаю, что, наверное, это будут определять избирательные чиновники в разных штатах, но если кто-нибудь из них решит, что Трамп не имеет права избираться, конечно, вероятно, что Трамп подаст в суд и будет утверждать, что он на самом деле имеет это право, и суды будут это выслушивать. Если Трамп проиграет, так, возможно, тогда он не будет иметь право избираться. Я читал, что верховный прокурор Нью-Хемпшира, который, кстати, республиканец, что он рассматривает вопрос о том, имеет ли Трамп право избираться в президенты в Нью-Хемпширской праймерии, которая будет состояться через несколько месяцев, и будет выбираться республиканского кандидата. И если верховный прокурор Нью-Хемпшира решит, что Трамп не имеет это право, тогда, вероятно, что Трамп подаст в суд на штат Нью-Хемпшир и будет утверждать, что прокурор решил неправильно. Мы вернемся к разговору с Ильей Соминым и Натаниэлом Найтом. Оставайтесь с нами. Говорит радиостанция «Свобода». Вы слушаете первую программу «Радио Свобода». «Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет. Говорит радио «Свобода». Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Три суда над Трампом на фоне выборов. Мои собеседники Илья Сомин и Натаниэл Найт. Профессор Сомин, все это обещает совершенно непредсказуемую президентскую кампанию, а в случае победы на выборах Дональда Трампа и признания его виновным даже по одному из четырех уголовных дел, невероятную перспективу. Президент США, осужденный по уголовному делу. Но нельзя, конечно, исключать оправдание Трампа судами присяжных. Но если допустить такой невероятный вариант осуждения Трампа и избрания его президентом, что будет дальше, как вы считаете? Дальше будут в таком случае возникать разнообразные потенциально интересные вопросы. Если его засудят в федеральном суде, в принципе президент имеет право помиловать себя. То есть он может помиловать любого уголовника, но насчет того, сможет ли он помиловать самого себя, это трудно сказать. Об этом вопросе есть разногласия между специалистами. Это не было никогда разрешено судом, потому что за всю историю США не было такого случая, где президент пытался прощать самого себя. Поэтому если, скажем, его засудят в федеральном деле, но он тем не менее станет президентом и попытается помиловать самого себя, тогда, наверное, из-за этого возникнет судебное дело, и никто не знает, как его суды разрешат. Если его засудят в штатском деле в Нью-Йорке или в Джорджии, или в обоих штатах, такое он не имеет права помиловать. В принципе, в Нью-Йорке, может быть, его бы смог помиловать губернатор Нью-Йорка, но она демократ, и мало варианта, что она пойдет на это. Это губернатор Джорджий, республиканец, но в Джорджии губернатор не имеет права помилования. Это есть специальная агенция, которая этим занимается, и ее роль очень ограничена, что по их правилам до возможности помилования должно пройти как минимум пять лет с того времени, когда его засудили. Может действительно возникнуть такая странная ситуация, где с одной стороны он президент, а с другой стороны он сидит в тюрьме. Есть на это прецеденты, что лет 80-90 назад был мэр города Бостона, который одновременно, он был мэр, но он одновременно судил в тюрьме, потому что его засудили за преступление. Илья Осумин, вы правовед, и прежде всего, как мне кажется, рассматриваете ситуацию в правовом контексте. Понятно, что поводы для обвинений в адрес Дональда Трампа найти можно, но не тревожит ли вас факт, что значительный процент американцев, поддерживающих Трампа, рассматривает это как политическое преследование. Я не только рассматриваю это с точки зрения юристов, но с точки зрения общественного интереса тоже. Я считаю, что есть очень важный общественный интерес в наказании и сдерживании высопок оставленных чиновников, которые пытаются свергнуть демократический строй и оставить при власти президента, который проиграл выборы. Если такое оставить безнаказанное, это устанавливает очень опасный и вредный президент. Я считаю, что этот пункт гораздо важнее, чем любые пункты, которые можно привести с противоположной точки зрения, что могут быть негативные политические последствия и так далее. Я не могу на 100% гарантировать, что никаких негативных последствий не будет, но я считаю, что есть очень сильный аргумент на проведение дела с точки зрения справедливости истинные издерживания будущих президентов и будущих высокопоставленных чиновников. Ну и к тому же, я считаю, что опасно, если один стандарт для обычных граждан, например, тех, которые атаковали Капитолий, многие из которых уже засудили, и другой стандарт для президента или для видного политика, что он может совершать преступление безнаказанно, но если бы обычный человек сделал то же самое, так и его садит в тюрьму. Профессор Найт, уголовное преследование Трампа, судя по опросам, повысило его популярность среди республиканцев, хотя, в общем, его негативный рейтинг вырос. Тем не менее, он значительно обгоняет соперников по борьбе за номинацию, и многие аналитики считают его наиболее вероятным кандидатом в президенты от республиканской партии. Судя по опросам, большинство республиканцев рассматривает обвинение против него как попытку подорвать позиции нелюбимого истеблишментом кандидата. И республиканцы вспоминают, кстати, и так называемое многолетнее расследование российских связей Трампа, закончившееся ничем. Два импичмента Трампа. Не исключено, что эта волна сочувствия поможет Трампу и на всеобщих выборах. Что бы вы ответили на эти аргументы? Мой ответ на это. Посмотрите на содержание этих обвинений. Посмотрите на что в самом деле случилось. Это не мелкие обвинения. Это не какая-то пустота. Это даже не Хиллари Клинтон своими имейлс. Это очень конкретно, существенное нарушение закона. Я бы сказал, даже это российское дело. Я бы не согласен, что это все закончилось ничем. Наоборот, этот Мюллер репорт имел компрометирующие элементы. Просто если брать в самом буквальном смысле, смысл, что Трамп сознательно сотрудничал с русскими правительствами преднамерением, ему не надо было сознательно сотрудничать, потому что русские делали это все равно. Компании Трампа не знали об этом, они знали, откуда эта информация. Ну, конечно, они не помогали взломаться в компьютерный сет. Им не надо было помогать. Это сам по себе очень компрометирующий. Это не поднялся, может быть, в состав уголовного преступления, и поэтому не было дела связанного с этим. Но это не значит, что он совершенно как-то невиновный ни в чем. Но что касается этой обвинения, это очень конкретное нарушение закона, которое очень существенно. И нельзя их просто игнорировать. И думать, что это просто политическое преследование. Я не верю. Не было таких ситуаций. Раньше, в прошлом, всегда было такое отношение между партнами, что были бы какое-то нарушение. Другой стороной бы пытался из этого что-то делать. Как с Клинтон и Монако Левински. Много других делов на сенаторы, конгрессмены, которые нарушали законы. Но это просто уникальный случай. Натаниэл Найт, сейчас, я думаю, ни у кого не хватит воображения, чтобы представить, чем может обернуться избирательная кампания, в ходе которой один из ведущих кандидатов президента должен предстать перед тремя судами по уголовным обвинениям. И не исключено, может быть признан виновным. И это незадолго до выборов. Какие чувства это все вызывает у вас? Это, конечно, не идеально. Было бы лучше, если это случилось год тому назад. Но сейчас решение у избирателей. Если республиканцы считают, что все равно им нравится Трамп, и даже если это все правильно, все равно он самый лучший человек для Америки. Это их выбор, их решение. И они могут с этим жить. Непонятно даже, настолько это влияет на ситуацию Трампа. Есть какие-то указания, что популярный Трамп даже вырос после того, что выделили обвинения. По крайней мере, среди республиканцев. Даже если не было уголовное дело, достаточно есть компрометирующие моменты, связанные с Трампом. Если настроен не любить Трампа, то нетрудно найти причину. Я уверен, что эти процессы сам себе будут иметь решающее влияние на исходы выборов. Отцы основательные специально не писали в Конституции такое условие, что человек с уголовной осудимости не может стать президентом. Этого нет в Конституции. В этом нет препятствий. Я считаю, что они правильно сделали, потому что было бы такое дело, тогда уже политические преследования были бы на каждом шагу, чтобы предотвратить президентство. То есть есть смысл. Но сейчас мы в таком ситуации, что это действительно могло бы случиться, что осужденный человек может стать президентом. Что немножко страшно, конечно, тогда он может использовать свою власть помилования, чтобы просто стирать все эти судимости, стирать все это дело. И это, конечно, мне кажется, будет очень плохо, очень вредно для американской юриспруденции и для американского общества, где человек может просто стирать свои судимости просто потому, что он имеет такую власть. Но избиратели должны думать об этом, когда голосуют. И если они считают, что это оправданно и устраивают, тогда пускай голосует Трамп. То есть можно предположить, что Америку ожидает своего рода дежавю, новое столкновение с феноменом Трампа, очередное испытание американской системы на выносливость и жизнеспособность? Жду 24-х годов опасения, потому что настолько люди живут в разных действительностях. Верят до сих пор, что выборы в 20-м году были украдены, что есть огромное количество доказательств, что было многочисленное нарушение. В моей сторону, мои точки говорят, что это уже доказано на 100%, что не было таких нарушений, что выбор был честным и что Трамп просто-напросто проиграл. И поэтому такие разные ощущения действительности создают предпосылки для конфликта. И мне это страшно. Можно только надеяться, что разумный контингент будет преобладать и принимать в результате, чтобы ли это было. Это Трамп или Байден или кого-то еще. Лучше было бы вообще, если республиканцы кого-то еще выбрали. Профессор Найт, как вы думаете, почему у президента Байдена, который обещал вернуть страну к нормальности после четырехлетия Трампа, столь невысокий сейчас уровень одобрения? Настолько невысокий, что даже Дональд Трамп с его огромным негативным рейтингом может составить Байдену очень серьезную конкуренцию на выборах? Вопрос о рейтинге Байдена, это очень интересно, потому что, я не знаю, может быть, у меня такое предвзятственное мнение, или я просто смотрю в основном левоцентрические источники информации, но я не вижу объективной причины, почему у него такие низкие рейтинги. Сейчас экономика поправляется, инфляция снижается, у него есть программы, законопроекты, которые он принял, это инфраструктура и то, которые уже дают сейчас положительные результаты. По всем объективным причинам он не так страшный. Да, он старенький, да, иногда он спотекает, иногда он говорит какие-то непонятные вещи, какие-то нелепости, но явно, что люди вокруг него компетентны, его правительство компетентное. Я не исключаю возможность, что его рейтинг будет постепенно улучшаться. Часто бывает, что перед выборами они начинают более внимательно смотреть на людей, более внимательно смотреть на результаты правления, более положительные средства массовой информации, и мне кажется, такого уже было, может быть, с Обамом, может быть, с Клинтоном. Когда приближались выборы, его рейтинг стал лучше. Не исключаю, что это случится с Байденом. Мы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Пишите мне, комментируйте в социальных сетях. Всего доброго, до следующей недели. Субтитры подогнал «Симон»!